привет с еленей гуры прибыли мы очень поздно в очень мистическое место будем спать самом старом отеле на моей памяти короче я в таком еще до историческом месте не бывало я думаю это даже можно сказать как замок короче тут даже есть описание что это такое и здесь есть портал который проводит в не знаю сказочный портал вот так вот выглядит наш отель с заду а вот так вот наш отель выглядит спереди это это просто тауэр не знаем очень много лет но вы видели 1937 вот ну у меня конечно с цифрами проблемы 1679 они 1900 вот 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 а вот эти три камня вмурованы с самого старого здания этого города если честно я даже не думала что это здание может выглядеть вот так чтобы вы понимали вот так выглядит ванна с тропическим душем фен зеркала с подсветкой это мини-кухня и вон там наша спальня здесь все отремонтировано очень-очень по новым стандартам пошлите в комнату там 10 человек доброе утро в общем я выжила эту ночь это был просто для меня шок потому что в прошлый раз когда мы ночевали в хостеле я слышала как кто-то занимается сексом в этот раз просто был гром и молния в номере потому что шесть человек нет из десяти было всего лишь два четыре восемь и шесть из них храпела и так знаете ну добросовестно вот так наушники даже не помогали мы выбрались на поиск завтрака тут интересные такие постройки там была башня замкова мы туда пойдем еще здесь еще не до конца отреставрирован центр города я заметила что здесь очень много салонов красоты татуажи фризеры короче город красавушников и красавицы украду я погвать китю китю так это был местный код центровой код а это непосредственно ратушь ратушь которая находится в центре города и вокруг нее находится все остальное вот интересный очень магазинчик на колесиках с трамвая вагончик так по дороге смотрите кого я нашла вопрос везде гномы а здесь олени но кафе мы так и не нашли идем идем на завтрак а то не кормят а уже пол одиннадцатого ура мы нашли кафе ну какое ну и не одни все нашли это кафе добрый ну и конечно же мы не могли не зайти в костел потому что сегодня воскресенье очень много там было людей шла служба и нам как всегда было интересно ну мы мы в общем были внутри в этом костеле начали собирать деньги мы оттуда ушли но хочу сказать что очень красиво внутри на территории тоже очень красивый парк большой парк и вот в этих вот видите с красными крышами были похоронены что были похоронены служащие здесь пока мы гуляем по городу расскажу вам про местный транспорт здесь нет uber либо болт такси такие приложения здесь только такси на котором можно позвонить на линию при такси и заберет вас и автобусы в принципе все так смотрите какой красивый вход еленю гуру старый рынок где олени так выглядит центр города маленькие ратуши здания городской совет какой-то много кафе и обязательно обязательно олень очень красивые дома маленькие такие невысокие с красивыми крышами и вот это главная достопримечательность возле которой фотографируются все красный олень и еленя гура то не то а где но еще нет вот нам подсказали что то что я вам только что хотела показать это не старые ворота а старые ворота это вот вот маленький кусочек который под землей где-то там и вот здесь вот совсем чуть-чуть вот тут так что вот так вот пока есть людей не очень много как бы день выпады не день а утро мы пойдем пункт ведуковый вежа вежа за прамы замков вот пошлите объект мониторованы из-за того что еленя гура была разбомблена во время войны и и полностью всю отстраивали так что все вот эти здания которые мы посещаем они все отстроены на территории этой бежи можно почитать историю по заглядывать потрогать все в общем довольно таки интересно можно бы представлять что-то там охраняешь ты стреляешься пушек вон как я делаю короче разгуляйся фантазия здесь есть обозначено где что посмотреть на горизонт и все узнать гордоношка какие тут горы великие ну а мы сейчас будем тут пить кофе будем пить кофе с пирожным кстати вход сюда бесплатный и лучше сюда приходить утром пока мест нет людей чтобы не толпились чтобы вы все могли рассмотреть и здесь два пункта там где можно просмотреть высоты то есть одна средняя а другая вот самая высокая ну на ней конечно шикарные виды открываются видно все просто как на ладони стремонитки стремонитки и где на воду ехать мы отошли от города идем в парк и на термальные воды и по дороге смотрите куда вы попали водопад мини березы так пришли мы в соседний городок это курортный город здесь приезжают люди оздоравливаться называется чеплицы в общем здесь всякие родники теплые я хочу сказать что здесь намного больше людей чем елене и гури красиво в стиле барокко палат с левой стороны замок красивый так в двух словах елене и гура это город в котором все приезжают переночевать чтобы поехать дальше в путешествие много там кто приезжает на велосипедах либо которые взбираются на горы спиначки эти а здесь в этом в чеплицах приезжают люди принимать теплые ванны оздоровляться отдыхать здесь большие парки в общем можно пешком дойти можно велосипедом доехать мы шли пешком где-то часика полтора так что вот так покажут наверное эти кумпели с теплой водой хочу немного подправить себя это не соседний город это как бы район елене и гуры называется чеплицы ну в общем здесь очень большой парк есть здесь делают фотосессии фотограф даже он вид какой-то гуляют все много всяких фонтанчиков в общем красиво так вот эти термальные бассейны людишки там есть так заходим термальные воды будем купаться воу тут и спа и бассейн и туалеты и как нормально и все на свете так магазин а где касса а вот касса а вот билет за них так так нормальный нас интересует 38 злотых или 33 идем купаться там бассейн короче как вы поняли потому что я не снимаю видео дальше как там внутри мы не попали в эти кумпели в этот бассейн потому что у нас автобус был через час нам добираться до этого не автобус а поезд и мы решили что перенесем наш визит в бассейн на следующий раз вот так подписка лайк колокольчик и смотрите мои видео с наслаждением делайте какие-то замечания в комментариях я буду к вам прислушиваться спасибо 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 спасибо